Здравствуйте, дорогие ребята! Приглашаю вас на урок русского языка и литературы. Приготовьте, пожалуйста, учебник русский язык и литература 6 класс авторов Горленко и Сузанская, ручку и тетрадь. Для начала мы отгадаем с вами загадки. Вертится Антошка на одной ножке, где солнце взглянет, туда он глянет. Ответ, конечно же, подсолнув. Далее. Желтая хозяюшка из лесу пришла, всех кур пересчитала и с собой унесла. Ответ, конечно же, леса. Следующая загадка. На лугу живет скрипач, носит фрак и ходит вскачь. Ответ, хузнечик. И последняя загадка. Не птица, а с крыльями над цветами летает, медок собирает. Ответ, пчела. Итак, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Можно ли предметы, которые названы записанными именами существительными, подвергнуть счету? Составьте существительными словосочетания, соответствующие структурной схеме. 1, 2, 3, плюс наше существительное. Выделите в именах существительных окончания. Образуйте форму множественного числа. С помощью какой морфемы обычно выражается значение числа у имен существительных? Итак, тема нашего урока – число имен существительных и имена существительные, которые имеют форму только единственного или только форму множественного числа. На этом уроке мы поговорим о категории числа имен существительных, обсудим сложности в образовании форм множественного числа, познакомимся с именами существительными, которые имеют форму только единственного, либо форму только множественного числа, и научимся правильно употреблять их в речи. Имена существительные в единственном числе называют один предмет – машина, воробей, глаз. Имена существительные во множественном числе называют два или несколько предметов. Один предмет – одна машина. Два и более предметов – машины. Окончание «ы». В единственном числе, как правило, существительные имеют нулевое окончание «о», «а», «я», «е». Во множественном числе окончание «ы», «и», «а», «я». Например, воробей – нулевое окончание единственное число, воробьи – множественное число, окончание «и». Глаз – единственное число, нулевое окончание, глаза – множественное число, окончание «а». Поле – единственное число, окончание «е», поля – множественное число, окончание «я». Имена существительные, у которых есть формы единственного и множественного числа, могут сочетаться с количественными числительными. Например, один стул, два стула, три стула. Одна ученица, две ученицы, три ученица. А теперь образуем от данных имен существительных форму множественного числа. Обозначим окончание. Пронаблюдаем, как может измениться форма слова при изменении числа. У нас есть следующие имена существительные. Брат, город, ребенок, человек, горожанин, цыпленок, медвежонок, бельчонок и друг. А теперь проверим, что же у нас получилось. Брат, братья, во множественном числе окончание я. Город, города, во множественном числе окончание а. Ребенок, дети, человек, люди, сублетивные формы. Горожанин, горожане, окончание е. Цыпленок, цыплята, окончание а. Медвежонок, медвежата, окончание а. Бельчонок – бельчата – окончание «а». Друг – друзья – окончание «я». Далее. У некоторых существительных формы числа различаются не только окончаниями, но и основами. Во множественном числе к основе может присоединиться суффикс «и». Пруд – прутья. Во множественном числе часть основы может усекаться. Дворянин – дворяне. Парижанин – парижане. Во множественном числе может измениться суффикс «онок» на «ат» либо «а». Утенок – утята. Волчонок – волчата. Значение единственного и множественного числа может выражаться разными словами. Человек – люди. Далее. Посмотрим с вами на следующие примеры образцов имен существительных во множественном числе. Лектор – лекторы. Инженер – инженеры. Шофер – шоферы. Бухгалтер – бухгалтеры. Инспектор – инспекторы. Инструктор – инструкторы. Тренер – тренеры. Слесарь – слесарь. Токарь – токари. Договор – договоры. Возраст – возрасты. Крем – кремы. У всех существительных, которые я сейчас прочитала, окончание «ы». У некоторых же существительных форма множественного числа образуется с помощью окончания «а» или «я». Далее. Давайте с вами поиграем. Прочитайте слова и выберите ряд, в котором все слова имеют в форме именительного падежа множественного числа окончания «ы» или «и». Итак, у нас есть следующие строки. Первое. Договор – шофер. Веер. Лектор – профессор. Инспектор. Бухгалтер – инженер. Возраст. Директор – инструктор. Доктор. Проверим. Конечно же, это третья строка. Бухгалтер – инженер. Возраст. В третьем ряду у всех этих слов окончание «ы». А теперь давайте сделаем вывод. У одушевленных существительных мужского рода, называющих человека по роду, деятельности или профессии, в форме множественного числа могут быть окончания «ы», «и» или «а», «я». Например, оратор – ораторы, повар – повара, аптекарь – аптекари, доктор – доктора, бухгалтер – бухгалтеры, сторож – сторожа. Для того, чтобы не ошибиться в выборе правильной формы, в случае сомнения лучше заглянуть в словарь. Далее. Обратим внимание, правильно ли мы говорим. В современном русском языке одинаково допустимо окончание «ы» или «а». В таких, например, распространенных словах, как инспектор – инспектора, инспекторы, корректор – корректора, корректоры, редактор – редактора, редакторы, прожектор – прожектора, прожекторы, отпуск – отпуска – отпуски и другие. Если в формах именительного падежа, множественного числа допустимы два окончания, то в официально-деловом и научном стилях следует предпочтеть окончание И, И, а в разговорном окончание А. У существительных есть одна особенность. Не все существительные могут изменяться по числам. К таким существительным относятся вещественные молоко, творог, сметана, шелк, бархат, сатин, шерсть. Собирательные – человечество, юношество, студенчество. Собственные – кишинев-бельцы. Отвлеченные – нежность, красота, белизна, терпение, развитие. Они не изменяются по числам. Все эти существительные имеют форму только единственного числа. Существительные только во множественном числе. В русском языке есть также имена существительные, которые употребляются только в формах множественного числа. К ним относятся существительные, обозначающие составные парные предметы, плоскогубцы, клещи, тиски, вещества, духи, белила, отрезки времени, сутки или будни, процессы игры, прятки, нарды, именины, географические названия, сочи, новоселки. Выполним упражнение номер 78 на странице 56 и распределим имена существительные на три группы. Первая группа – существительные, имеющие форму и единственного, и множественного числа. Вторая группа – существительные, имеющие форму только единственного числа. Третья группа – существительные, имеющие форму только множественного числа. У нас есть с вами следующее существительное. Крестьянство, брюки, рубашка, белило, город, честность, крестьяне, шерсть, учитель, учительство, городки, игра, важна эта пометка, молоко, ножницы, милосердие, бензин, пятнашки, игра, сутки, золото, кабинет, чай, березняк, хлопоты, дворец, грязь, коридор, мука, беготня, нефть и мебель. А теперь посмотрим, что у нас получилось. Проверим. Первая колонка. Существительные, имеющие форму и единственного и множественного числа. Рубашка, город, крестьяне, учитель, кабинет, чай, дворец, коридор. Существительные, имеющие форму только единственного числа. Крестьянство, честность, шерсть, учительство, молоко, милосердие, бензин, золото, березняк, грязь, мука, беготня, нефть, мебель. Существительные, имеющие форму только множественного числа. Брюки, белила, городки, игра, ножницы, пятнашки, игра, сутки, переговоры и хлопоты. Далее. Сделаем вывод. Существительные, могут иметь форму единственного и множественного числа, дерево, деревья, сапог, сапоги, только единственного числа, молдова, доброта, только множественного числа, альпы, шорты. Ребята, а помните ли вы, кто такая Агния Львовна Барто? Это знаменитая детская писательница, она рассказывала забавную историю своего детства. Когда я научилась читать, мне подарили стихи Константина Бальмонта. И на первой странице я прочла. У Бальмонта есть свой читатель. У него всего один читатель, так мало. Посетовала Бальмонту маленькая Барто. Маленькая Агния Львовна Барто не поняла особенности значения единственного числа существительного читателя. А ведь в этом случае подразумевается многочисленный читатель. Откроем теперь с вами учебник на странице 57, упражнение 79. В одном из шестых классов ребята затеяли спор. Кто из них прав и почему? Учитель спросил у ребят, в какую группу входят существительные вороньё и стая. В одну и ту же или в разные? Ответы шестиклассников на этот вопрос оказались различными. Одни утверждали, что существительные необходимо включить в одну группу, поскольку они обозначают много предметов. Другие доказывали, что несмотря на то, что оба слова обозначают множество предметов, их все же следует отнести к разным группам, так как можно сказать «одна стая, две стаи, несколько стаи, много стаи». Но говорить «одно вороньё, два воронья» нельзя. Не следует смешивать лексическое и грамматическое значения, поскольку это не одно и то же, говорили ребята. Сделаем вывод. Как мы уже говорили ранее, собирательные имена существительные – это существительные, служащие названиями нерачленённого единства предметов или лиц. Например, детвора, деканат, вороньё, молодёжь, интеллигенция, ельник. Собирательные существительные не изменяются по числам. Они имеют форму только единственного числа. Особо рассмотрим слова народ, табун и стая, которые часто относят к собирательным существителям. Действительно, по значению они вполне подходят под это определение. Эти слова называют множество лиц или животных, и в тисках единое целое. Но в отличие от собирательных существительных, они имеют форму множественного числа и изменяются по падежам. Народ, народы, народов, народами, табун, табуны, табунов, табунами, стая, стаи, стаями. Эти существительные вполне сочетаются с количественными числительными. Народ – два соседних народа, табун – три табуна, стая – четыре стаи. Все эти грамматические признаки указывают, что эти слова не являются собирательными существительными. Отнесём их к конкретным существительным. Конечно же, права вторая группа ребят. Существительное вороньё употребляется только в форме единственного числа. Существительная стая может употребляться как в форме единственного, так и в форме множественного числа. А теперь поиграем. Найдём лишнее слово. Прочитаем ряды слов. Первый ряд – сливки, щипцы, железо. Второй ряд – молоко, тиски, золото. Третий – кефир, плоскогубцы, олова. Шмурки, пальто, чесы в четвёртом ряду. И пятый – каникулы, доброта и мёд. В первом ряду – лишнее слово «железо», соответственно. Во втором – тиски. В третьем – плоскогубцы. В четвёртом – пальто. В пятом – каникулы. Рубрика «интересно знать». Наверное, на свете нет школьника, который бы не любил каникулы. А вот происхождение этого слова знают не все. Кто знает, откуда пришло это слово? Где и когда это слово прозвучало впервые? Если само слово вызывает довольную улыбку на лице каждого школьника, то его этимология должна ещё больше заинтересовать. В буквальном перевозе она знает собачонки. По-латински «каанис» – это собака. Недаром немцы называют каникулы хунстаги – англичане «догдэйс» – «собачьи дни». Как это получилось, история довольно сложная. Каникула – собачонка именовали римляне звезду Сириус, считая её охотничьим соном небесного ловчего Ориона. Когда каникула Сириус впервые появлялась над горизонтом, в Риме начинались самые жаркие дни лета и объявлялся перерывы во всех занятиях. Естественно, что он и получил название «каникулы». Каникулы хорошо в меру. Хочу пожелать вам хорошего настроения, успехов в учёбе. До скорых встреч на уроках русского языка и литературы.